Из анонса подробнее в следующем репортаже. Рыба гниет с головы, поэтому фаршируют ее с хвоста. Аидиши, мама, полезные советы. Давным-давно на заре истории человечества каждый уважающий себя пещерный мужчина ходил на охоту и на рыбалку, чтобы прокормить свою пещерную женщину и своих пещерных детей. Сегодня пропитание, в том числе и рыбу, можно добыть в ближайшем супермаркете. Но мужчины продолжают ходить на рыбалку. Рыбалка – это исключительно удовольствие. Для души. Этот спорт, он родился для того, чтобы удовлетворить наше мужское желание природное. Это добытчика. Мужчина-охотник, мужчина-рыбак, который несет рыбу в дом. Естественно, есть примет. Если мне кто-то пожелает хорошей рыбалки, то в этот день я ничего не поймаю. Довольно часто это происходит. Это одна из наших главных примет. Если вынести мусор вечером, это примерно то же самое. Хорошо бы забыть садок. Когда забываешь дома садок или подсак, рыбалка обеспечена. Особенно крупные экземпляры. Моя самая большая рыба была вот такой длины. Почему такая длинная? Потому что это сом. Самую большую рыбу вот такую вот. 10 килограмм 200 грамм. Это было на прошлой неделе. В бытность мою студентам я был на Ахтубе. И вот, проезжая там на машине-грузовике, вдруг увидел двух подростков-казахов, которые попросили помощи. Они поставили перемет. Перемет был привязан к ивен. Эта ива хлистала по воде. Вычесть они, естественно, рыбу не могли. Мы перевязали это на клык машины и задним ходом вытащили оттуда белугу. Естественно, ни весов, ни метра у меня не было, чтобы измерить. Но то, что она была больше 4 метров и весом, я не знаю, несколько сот килограмм, у меня сомнения нет. Но вот это, пожалуй, была, наверное, самая большая рыба, которую я ловил. Рыбу часто не берем даже в малых количествах для питания, а ловим ради спортивного интереса. Поэтому вся эта выловленная рыба будет сейчас отпущена на волю. Эх, хвост чешуя, не поймал я ничего. Вы думаете...